Еду с хорошим настроением. Думаю, надо поделиться с вами этим настроением. Суббота. Решила утром поспать. И вы знаете, какой сон приснился? Ужасный, ужасный сон. Отклеиваетесь вы у меня. Уже Дэнил пришел с работы, а я все думаю, да посплю еще, еще посплю. И в результате снится сон. Почему-то какая-то к нам... Я даже не могу объяснить. Какая-то комиссия пришла что-то проверять. И открыли дверь и выпустили Сочи. Я бегаю и ищу ее по дому. Сочи, Сочи, где Сочи? Никто не видел, никто не отвечает мне. И я вот в этом страхе, что я потеряла Сочи, которая спала за мной, прижавшись ко мне на кровати. Я проснулась в 9 утра. Думаю, нет, ну это что-то, это что-то. Спать бесполезно. Бесполезно спать, если такие соны снятся. Пытаясь подкрутить. Оттаяли на солнце. Встала, вы знаете, пошла. Думаю, надо освежить мозги. Искупалась. Искупалась. Сочи такая вышла. Боится. Она стала даже на бэк-ярде бояться. Колыхнет там что-то, стукнет, дверь. Она уже все, прижавший хвост, ей надо домой. Ну, я купалась, она терпела, ходила вокруг бассейна, ждала, когда она купалась. Потом с чистой совестью достала я из второй коробки. Сначала была большая коробка, я вам показывала, потом маленькая. И вот из большой я достала первый раз, потом из маленькой второй раз. А вот уже, извиняюсь, а вот уже из второй, когда достала, там было видно вот этот замок, коробку. Я вам шорт-видео выставила. Ну, начала заполнять, заполнять на сайте. Все вроде, где на английском надо, строчки там, где на... Кириллице. Думаю, Кирис, что такое кириллице? У дочери ты давай спрашивай. Хорошо, Танюша у меня всегда на связи. Она уже отправила две посылки. У нее это что-то спрашиваю. Она между своими домашними делами меня отвечает. Ну, вроде все прошли название с Божьей помощью. Но ссылка... Я вставляю оригинальную ссылку с Амазона. Где вот этот замок, где крестик, квадратик со стрелочкой. Я ее нажимаю, делаю копий, делаю пейст. Графу, где указывают ссылка на этот товар. Нет, не проходит. Я даже пока еще понять не могу. Ну, как Танюша мне объясняла, на все товары, вот допустим, я их покупала в Росе. Там нет таких вот ссылок, чтобы так легко сделать копии. Поэтому я смотрела тоже в Амазоне. И у меня получалась ссылка, и она проходила на толстовке. Вот, агидасовские, по крайней мере. Это все не сохранилось, но я уже пробовала. Пробовала, и вроде все прошло. Я думала, уже проблем у меня не будет со ссылками, но нет. Вот, видите, оригинальный товар с Амазона. Ну, где-то, видимо, там Амазон. Надо найти эту контору, что ли. Но я вот именно с той фотографии, где мой заказ, там делаю копии, копирую. Ничего не получается. Не знаю. Короче, вот эта вот загвоздка, которая оттягивает время с пересылкой. Пока на каждый товар все это сделаешь. Еще пока у меня... Будем говорить... Дело не сдвинулось с места. Только коробки достаю. И тренируюсь. Ну, потом уже пришло время ехать к Оксане. Вот. С удовольствием всегда посещаю салон Оксаны. Она всегда добродушная, приветливая. С удовольствием общаюсь. Показываю. Делимся впечатлениями обо всем. О бассейне, о внучке, о внуке. Вот. О животных. Показывала мне, как ее кот на надутом матрасике плавает в бассейне. В общем, время проходит очень приятно. Понимаете? Когда на своем языке можешь вот так пообщаться обо всем. Много лет уже знаешь человека. И... Незаметно проходит время. Потому что, когда покрывают корни, это самый длинный период. Надо сидеть, ждать, пока они закрасятся. А потом с удовольствием смотрю на себя, какая я аккуратная. Вот. Свеженькая. Расплачиваясь. С Оксаной. Она берет совершенно нормальные цены. Не такие, как в модных салонах. Где сдирают три шкуры за эти же услуги. Вот. Я, конечно, плачу тип, но чисто символически. Я стараюсь в конце года уже побольше. Крисмасу. Подарок. С удовольствием всегда посещаю. И остаюсь довольна своей моделью. Ну что, сейчас еду домой уже почти четыре часа. Четыре часа. Ну, уже дождь вот намыливается. У меня, конечно, на хвосте сидит Сочи. Сочи, которая утром, когда я начала с коробками возиться, доставать их. Фотографировать, дочери посылать, мнуку посылать. А ей, как говорится, вожжа под хвост. Ей надо гулять. Ну, время уже было одиннадцать. Уже жарко. Если гулять утром, то надо часов восемь в девять. Уже в одиннадцать часов, я говорю, милая, я с тобой не пойду. Я буду мокрая, как сусливая. Вечером хорошо гулять. Часов семь. Даже между семью и восьмью вечером. Ну, вот если дождика не будет, я с удовольствием выгуливаю свою красотку. Она, конечно, сильно возмущалась. Не давала мне по телефону говорить. Не давала мне ничего делать. Гавкала на меня. Я рисовала закуски. Она их кидала на пол. Такая с характером, вы бы знали. Ну, вот понимаете, как человек. Так интересно с ней? Она их кидала на пол. Все равно подходила ко мне. Уже после гавканья поняла, что надо попробовать другой способ. Значит, подошла ко мне, чтоб я ее погладила. Дала потрогать ушки-глазки. Ну, потом поняла, что я с места не двигаюсь. Легла в свой угол у меня. В спальне. Недовольная. И все на этом. Такая с характером. Иногда очень редко встречается работа. Меня. Ну, тоже не всегда. Вот сегодня он пришел, она даже и не вышла. Пока он не стал кричать ее. В Сочи пошли в туалет писать. А она даже и пока не покричала. А иногда все от настроения у нее зависит. Иногда и меня встретит. И к нему бежит, как ошалела я. Ну, сон такой проснился. Представляете? Что-то пришли у нас искать. А что у нас искать? Людей, главное, много-много. Все двери открыты. А я бы мечусь. Мечусь вот. Помните, у меня был сон какой-то? И у нас был сон. Я уже не помню. А ведь было что-то у меня наподобие. Я увидела сон. А потом что-то, что-то такое не очень приятное по этому сну произошло. Блин. Сачулю надо. Ну, от кого ее беречь? Никто к нам не приходит. Не входит, не выходит. Вот. Когда я с ней гуляю, она спокойно гуляет. Не рвется никуда. Свет хороший, да? Обалденный. Сам, когда ты будешь красить, если сам красишь волосы, просто становятся темные. И все. Я за свою жизнь и в России сама красила, и здесь. Первых лет десять сама красила. Даже не советуйте самой красить. Не советуйте. Это никогда не будет тот цвет, какой ты хочешь. Особенно, если играешь с темными цветами. Будет просто чернеть и чернеть и чернеть. Даже если ты можешь просто красить одним цветом, одним номером краски. Да и удовольствия никакого. Просто я помню, в последнее время я уже красила сама себе корень. Она просто заставляла себя через силу это все делать. Понимаете? Я уже, ну, лет двадцать хожу в салон. Ну, как Саня, наверное, лет... Наверное, уже семь. Семь лет-то хожу, да. Раньше ходила к американке. Поэтому... Это же приятное. Я не делаю ни ногти, ни педикюр делала, пробовала. Все это было у меня, но не хочу, не знаю. Не знаю. Они потом такие желтые становятся. Никакие их вообще ногтей не становятся. Хочу, не знаю, люблю свои ногти. Люблю, люблю. И на ногах сама подстригаю. Обстригаю все. И на руках. Не хочу никаких я... Видите, какие розовенькие. Живенькие. А после лака, особенно на ногах, вообще желтые потом становятся ногти. Даже если вы просто лаком обычным красишь. Не хочу. Тем более я все время в кроссовках, в спортивной обуви. Если не в кроссовках, то я вот не в шлюпках. Я все равно в спортивной обуви. Понимаете? Потому что за рулем. Ноги у меня не страшные, ступня. Но мне удобнее всегда в спортивной обуви, потому что и походка не подведет, не съедешь на бок, ступня не соскользнет. Не запнешься. Об шлюпки. Дешевые, если тем более. Не, никогда не носила. Не хочу. Даже дома не хожу таки. Нет, я хожу в шлюпках, да. Ну, они прям прочно так сидят у меня на ногах. Не какие-то там между пальцев. Ох, опять гроза будет. Зачуля боится. Грозы жутко. Опять будут скулить, лезть. Ну, небо все заволокло. Прямо заволокло. Данилка спит, крапит. Что-то я не успела спросить, почему он мой обед не ел. Говорит, очень устал. Я вообще очень, конечно, горжусь своим мужем. Что он вот все время мне говорит. Что бы я ни сказала, мой какой-то молодец на работу. Он всегда говорит, because of you. Операцию такую перенес. Или вот в врачу ходишь. Он всегда говорит, because of you. Because of you это потому что ты. Потому что ты ради меня. Ну, так он говорит. Так что мы стимулируем друг друга взаимно. Он до сих пор продолжает ходить к врачу. Глазной доктор прямо вообще от него без ума. Говорит, скучать будет. Данила такие шутки говорит. Между страховкой, которая платит за твою работу. И между, говорит, оплатой. Между тобой и между моей страховкой. Ты, говорит, себе поменяешь мотор на катер. Я уже это рассказывала. Так шутка-то ему понравилась, доктору. Прям боюсь, что Данилку пригласит на катере кататься. Просто хохотал. Я это видела, когда сама приходила. Просто видела, как он тащится от Данилки. Умеет он пошутить с теми, кто острый умом. Конечно, я до сих пор не всегда понимаю сарказм. Но я привыкла. Я знаю, что он не стремится обидеть. Не стремится как-то, знаете, сизвить. Ну, сарказм и сизвить, оно близко к одному. Ну, если бы я понимала, я бы ему отвечала. Ну, я ему могу по-русски-то врезать, как положено. Он тоже знает плохие слова. Не от меня. Я уже давно ими не пользуюсь. Забыла уже их. Ну, вот так. Под шумок и приехала. К заполнению анкеты опять. Ну, а что делать? Заполнять анкету надо. Никак. Методом тыка выяснить у Данилки, почему он не ел. Ну, почему не ел. Ну, вот поправляются. Он сам вообще ничего не ест. Пришел, говорит, только спать. Вот. Все. Заезжаю в гараж. Пока. 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 Пока.